всем миамурский привет с вами я железный код сегодня в этом видеоролике я вам расскажу кто сильнее из этих двух симбиотов веном или карнаж сразу говорю чтобы вы все были в курсе я буду брать только фильмовые версии этих персонажей только то что было в фильмах а точнее сказать в одном фильме веном 2 да будет карнаж в этом одном и единственном фильме и было сражение венома и карнажа в экранизации так что я буду опираться только над фильм я про фильм а не комикс надеюсь вы поняли но я это думаю вы поняли вы же у меня довольно умные что ж приступим кто такой веном и на что он способен веном это довольно сильный симбиот из другой планеты как и сам карнаж вообще по фильму карнаж это сын венома так не будем отвлекаться веном может высоко прыгать веном имеет довольно сильную физическую силу например как мять машины веному нужен симбиот чтобы становиться сильнее например скажу вам так чем сильнее носитель венома тем и сильнее сам веном еще многие задаются вот таким вот вопросом почему у венома в фильмах сольниках с ним 2018 и 2021 года нету белого большого паука на груди как в комиксах и в фильме человек-паук 3 враг в отражении сейчас все объясню почему же у венома не было вот такого паука да потому что веном не сталкивался еще с пауком я про того венома из фильма которого мы сейчас сравниваем с карнажа когда веном сталкивается с носителем и когда он уходит с носителя на время или навсегда вообще когда он садится на носителя веном приобретает силы которые были у него частичку его сил например веном может стрелять паутиной из рук и получил себе на грудь такого большого белого паука почти как значок питера паркера только гораздо больше поэтому у венома самарами был паук на груди так как до эдди брока он был на питере паркере человек и пауке а веном том харди современный еще не сталкивался с пауком поэтому и вот такой вот не каноничный образ что ж теперь перейдем к карнажу клетус к сайте и карнаж симбиотия способны делать то же самое что и веном у карнажа такие же характеристики он также боится огня и громкого звука он также имеет большую физическую силу он также старайтесь сам сильнее от того насколько силен его носитель только веном сильнее карнажа потому что сыновья симбиота всегда сильнее своих отцов симбиотов а карнаж сын веном поэтому в сегодняшнем видеоролике победил карнаж и да я вам расскажу почему в фильме карнаж проиграл карнаж проиграл потому что веном то есть потому что карнаж и клетус кэссиди работали не команде постоянно ссорились даже ссорились и боевали друг другом и одновременно противостоять веному который давно с томом харди ой то есть давно с хэдди броком если они уже дружат не в командной работе у них больше поддержки и так далее и там они схитровали звуком их на натравили короче такая вот е е е е е ерунда вы поняли короче вы поняли они смогли победить с помощью посторонней помощь и ну а так если пройтись по теории то сильней карнаж и веном в честном бою то есть сильнее карнаш сильнее веном а вот я уже начал заговариваться. Что ж, на этом всё. Всем удачи и всем пока. С вами был Железный Кот и Веном. Вкусно. В сегодняшнем сравнении победил Карнаж. Это была десятая часть рубрики Кто сильнее? А с вами был я, как всегда, Железный Кот. Всем удачи и всем пока. Я занят мыслями о том, как заработать эти Мой слоган, это fuck you, baby. Вчера помял четыре стакана на кеи. Чё-то про задышки, что знаю, что вы... Мой слоган, куда я До свидания.